Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Артём Галинский. Сзади меня наш совершенно замечательный скрипач Александр Кукушкин. Ну и, конечно, наша волшебная перкуссионистка Мария... А я забыл фамилию. Бондарева. Спасибо. Группа играет сказочный арт-рок и говорит, что создает у зрителей сказочное настроение. Я предлагаю вам сейчас создать сказочное настроение в клубе «Трамплин». Мы будем стараться. Спасибо. 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 Продолжение следует... Спасибо. 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 Спасибо большое. Что вы в первую очередь вкладываете название «Сказочный арт-рок»? Сказочный арт-рок – это создание сказки вот здесь, сейчас, в реальности. Когда в жизни очень много всяких событий происходит, иногда приятных, когда неприятных, но мы, уходя из детства, забываем, что есть сказка. И вот задача нашей музыки, как мы ее понимаем, это создание вот сказочного настроения, создание вот этой сказочной атмосферы, создание сказки в душе людей. Просто чтобы люди видели волшебные образы перед собой. А откуда вы берете эти образы при написании песен? Провокационный вопрос. Помогают книги, может быть, старые сказки какие-то, которые вспоминаются, Льюис Керл, например. В основном, конечно, книги, ну и жизнь. Ага, вот мы как раз подошли к литературе. А какие сказки? Это сказки, мифы? Греческие мифы, индейские, например, скандинавские, то есть очень широкие возможности для музыкантов, грубо говоря. Есть очень много хороших таких философских сказок. Например, есть совершенно замечательный автор Клайв Льюис. Вот с Льюисом Керролом не путать. По нему сейчас фильм поставили «Хроники Нарнии», и у него очень много интересных, разнообразных образов. Живопись. Оттуда тоже много образов берется. Например, Ван Гук. А я вот тоже как раз хотела вспомнить про Клайва Льюис, потому что все-таки, наверное, тут и его друг Толкин тоже немножко своих образов. А вот нет. Нет? Нет. Толкина я люблю и уважаю, но вот, знаете, бывает не мое. Поскольку большую часть текстов пишу я, за исключением нескольких, написанных господином Бальмонтом, да, в соавторстве, то получилось так, что Толкин как-то вот он рядом прошел, практически не касаясь. Не затронул. Если пробегали мимо. Да. А вы вот сейчас назвали мифы греческие, скандинавские. А как же быть с кельтскими? Кельтские мифы – это очень хорошие мифы. В них тоже содержатся, как и во всех мифах, образы и полеты фантазии. Да, они тоже есть среди прочих. Они не занимают ведущей позиции в ритинге. Литературы, которую мы читаем и которой мы увлекаемся. Да, это просто мифы. Хорошие мифы. Хорошо. А каким мифом была навеяна ваша следующая композиция? А вот как раз никакими. Это было… Вернее, возможно, какими-то и навеяно. Ее в свое время давным-давно написал Эдгард По. А потом господин Бальмонт ее перевел. А мы взяли и спели. Ага. Тогда перед тем, как вы начнете, я напомню нашим телезрителям, что вы смотрите нас на сайте www.tv-l.ru или на Карбина ТВ. Заходите в чат, задавайте ваши вопросы, общайтесь с нашими гостями. А нашим зрителям в клубе «Трамплин» я тоже предлагаю задавать свои вопросы группе. Для этого вам надо просто поднять руку, и я подойду к вам с микрофоном. Дерзайте. А пока Аннабелли. Подождите, это удобно? Спасибо. Это было давно Это было давно Это было давно Но любили мы больше, чем любят любые и нежные И взирая на нас, серафимы, невеста любви простить не могли Горобил, горобил, мы любили твое, чем любви И любовью душа попереди смех Королевские приморские земли Мы любим и любим, и сильнее и полнее те, что страсти пременесли Те, что мудрости на скрепь сошли И ни ангелы неба, ни демоны тьмы Разлучить никогда не могли Не могли разлучить свою душу с душой Обольстить им народом и любви Горобил, был любимый, любили твое, чем любви И любовью душа попереди смех Королевские приморские земли Королевские приморские земли Не зажжется ли звезда Вижу очи всегда Обольстительной она были И перца, и ночи И все с ней, и все с ней И раками, и на дворе Горобил с ней распростен и отдалит В саркофаге приморской земли Удох 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 Спасибо! На мне, например, музыка как раз таки Больше напоминает английскую мифологию Ну, в общем, да, где-то оттуда. Да, потому что я смотрю вот флейт, а в английской мифологии в сказках про фейри всегда упоминаются звуки флейты. Ну, простите, а как же Греция? Там фавны с флейтами всегда. Ну, у того же Льюиса в английской сказке тоже фавны, тоже с флейтами. Кто-то у кого-то что-то позаимствовал. А расскажите, пожалуйста, как группа «Золото Риккарда» стала группой «Другой день». Да, вот, наверное, именно поэтому мы и стали другим днём. Дело в том, что когда-то, когда мы были «Золото Риккард», к нам подошёл после концерта один молодой человек и сказал, «Простите, простите, как вы называетесь? Злые тараканы?» Мы схватились за голову и решили… Название хорошее, название классное, название брендовое, но только не запоминается почему-то. Вот, после этого мы решили провести ребрендинг и после долгих споров стали другим днём. Что такое, точнее, кто такая Риккарда? Риккард. Риккард. Это богиня. Лиза, я думаю, лучше расскажет. Это, в общем-то, её порождение. Вот вам сказка на этом. Один греческий бог, устав от сидения на месте, на горе, там, ну, в общем, наскучило ему всё, полетел над миром попутешествовать. И он где-то над просторами нашей родины, нашей с вами родины, встретил прекрасную богиню. Она была так прекрасной, что он не мог не влюбиться. И тогда, через некоторое время, у них родилась дочь, Риккард. Имена богов, богини и бога мы сокроем, на всякий случай. А Риккард осталась здесь, вот, витать над Россией, где-то над просторами России. Она несёт в себе свет, надежду, любовь, образы, сказку. Вот то самое, что мы пытаемся играть. Играем, не пытаемся, играем. Это как раз вот та душа прекрасного, душа креатива. Ну, тогда слушаем следующую композицию. А следующая композиция как раз очень такая в тему. Она называется «Чужая земля». На какой земле мы потеряем землю и облаками? Где, на какой земле мы потеряли сердца, не знаем сами. Жёлковых покрывал и звёзд нам не коснуться руками. Кто-то ушёл за грань, как будто мы слов семью ветрами. Чужая земля, чужая страна, чужие люди. Здесь никто не видит слов, не прыгает вниз волкона в замки. На прогнивших дверях и шелест лучей, И слов на ступеньях притона. Чужая земля, чужая страна, чужие люди. Чужая земля, чужая страна, чужие люди. Чужая земля, чужая страна, чужая страна, чужая страна, чужая страна. Чужая земля, чужая страна, чужая страна, чужие люди. Чужая земля, чужая страна, 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 чужая страна. Просто хочу сейчас вспомнить, что в понедельник будет ровно год, как не стало автора песни группы «Наутилос» Ильи Кормильцева. И те, кто сейчас нас смотрят, я всех приглашаю присоединиться. 3-го числа в воскресенье в 9 вечера будет прямая трансляция с театра «Практика. Вечер памяти» Ильи Кормильцева. Кто же был автор вот этой замечательной композиции? Лиза? Стыдно. Я себя объявлять не буду. Спасибо. А вообще стихи, которые вы берете для исполнения своих песен, большинство вы пишете сами или все-таки прибегаете, может быть, к переводам каких-то тех же английских поэтов или вот Бальмонта упомянули? Ну вот «Анабель Ли» единственная стихотворение которой, да, это чье-то не наше, а в основном тексты наши. И музыка ваша. И музыка наша. А это, вот вы забираетесь, какое-то совместное творчество, написание стихов, музыки? Это сырец такой. И все под него пытаются что-то сделать. Кто-то видит лучше, ну, какие-то местами, да, кто-то видит текстовку, да, может быть, именно текст лучше может сделать. Кто-то видит аранжировку, то есть, как бы, какие-то идеи приходят в процессе репетиции. То есть, ну, достаточно интересный процесс сам по себе создания новой песни. А вообще изначально выбор инструментов, которые будут использоваться в музыке, в группе, это вот просто выбиралось от того, чем владеют участники или… Нет, изначально это был чисто акустический проект, соответственно, просто мы смотрели, как наши песни будут лучше звучать. То есть, как бы, как обогатить звучание и так, чтобы все действительно слушатели уводили за собой. Потому что, ну, конечно, там гитара фактически используется во всех группах. Скрипка тоже довольно часто, но бывает саксофон. Здесь флейта, здесь кастаньеты я вижу, причем вижу еще какие-то очень необычные… Флейт много, и они разные. А, это все флейты, это все флейты. Практически все. Тамила владеет очень большим арсеналом. Это вообще наш большой клад, потому что Тамила, она… Арсенал ее флейты, ее инструментов, он очень широк. Практически все духовые, и для нас это вообще сокровище. Открыл секрет, да и человек, она хорошая. Это да. Вот, и я вот слышала необычные перкуссии, шум дождя, да? Да. А, может быть, мы сейчас послушаем что-нибудь с кастаньетами? С кастаньетами? Ну, хорошо, давайте с кастаньетами. Пусть будет так. Страшную сказку рассказывать? Рассказывать. Очень коротко. Обязательно. Очень коротко. Значит так, коротко. Была война, она кончилась. Идет такой король по полю, видит умирающий воин, его вассал. Вассал поднимает голову, говорит, как это мука шли. Собственно, это было краткое содержание песни. А сейчас сама песня. Предсмертная песня воина. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прощай, 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 мой брат и господин. Прощай, мой брат. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лилия. Хотела уточнить, как долго существует ваш коллектив, давно ли вы знакомы друг с другом и как вообще вы собрались? Страшная история. Портвейн, портвейн. Это был портвейн. Собрались мы очень интересно. Меня поймал один молодой человек, мой друг, и предложил создать группу. У меня эта идея давно уже была, а тут как-то вот такой вот толчок был. С Антоном мы знакомы уже, дай бог, лет пять. Ну, лет пять, может быть, больше. Я ему сразу предложила, я говорю, Тоша, давай, у нас все получится. Тош присоединился, мы очень быстро нашли Томилу. Томила пришла как... Перкуссионистка. Перкуссионистка. Да, но очень быстро перкуссировалась. У нас такая карма, да, у нас девушки-перкуссионистки всегда причем. Ничего с этим не поделаешь. А дальше была Маша. Машу я встретила очень интересно, мы вообще коллеги, и у нас одна профессия. И как-то мы столкнулись совершенно на другой почве, а вот выяснилось, что Маша играет на перкуссии. И вот так мы нашли Машу. А вот Тёма мы нашли в лесу. Нет, не в лесу, мы нашли его около Яхромы, ожидая автобусы на остановке. Совершенно случайно тоже. Не ходите. Сидел, играл, мы решили, что зря играет он сам, мы его подобрали, и вот играет он теперь здесь. А Сашу, Сашу, Сашу провел Тёма. Да, за собой провел Тёма, и Саша так быстро вписался в наш коллектив, что мы даже не смогли его отпустить. Вот он с нами. Да, причем история поиска Саши это была... Тёма так говорит, а я видел мальчика со скрипкой у себя на работе. Он иногда проходит с чехлом и говорит, я его найду. И он его нашел. Да. Так, а вот вы сейчас про работу упомянули. А чем вы занимаетесь помимо музыки? Вот каждый из участников. Очень разным. Может быть каждый про себя расскажет немножко, а то я что-то очень много говорю сегодня. Ну, поскольку Лиза уже раскрыла секрет и сказала, что мы работаем вместе, мы работаем на ниве бизнес-тренингов. Мы учим людей делать хорошие вещи. Не деньги. Деньги тоже. Ясно. А мы, на самом деле, с Артёмом познакомились на аудите. Я, собственно, продолжаю эту деятельность. Вот. Артём. Ушел, да. Он смылся. Смылся он. Какие поправки делали? Ну, я много тоже где переработал. Ну, грубо говоря, сейчас в финансовой сфере. В разных. Но совершенно не с музыкой связано. Я заканчиваю институт. Я вот самый младший ребёнок в семье. Я наш будущий журналист. Между прочим. Хухры-мухры вам тут. Ну, соответственно, Маша про меня уже рассказала всё. Я занимаюсь компьютерами. Это очень полезно, между прочим. Знаете, когда компьютера не хватает, сразу тоже раз так. Давай компьютер. Тоже видеть него не могу, да? А музыка для вас – это вторая профессия или это всё-таки хобби? Это жизнь. Ну, скажем так, половину жизни, по крайней мере. У наших зрителей есть ещё вопросы? Да, мы не ответили, кстати говоря. Извините, пожалуйста. Да, вот как-то мы так увлеклись. Групп существует два года. Нам 13 декабря вот исполнилось два годика. Мы такие уже большие. Да, у нас уже большие погремушки. Смотрите, какие большие погремушки. Да, действительно, самая большая наша погремушка – это диск. Вот он где-то вот в том районе. Если мне его… Давайте… Мне его относили вот туда. Давайте мы, наверное, после следующей композиции к нему вернёмся. Хорошо. Мы говорим. Хорошо. Краски стирают с холста, Вечность тебе унесла. В пропасть куда не достать Ни рукой, ни чувствами Время горит за спиной Стрелки бегут за тобой В пропасть, где холод и зной Каплями грустными вновь Встать на колене и забыть О победах и гневе Ни рукой, ни распутанных звеньев Моей души и сердца Кровь на милейших пальцах Бог, где-то бродит скиталец Он не ответит вопросы Донут в слепом даже не Взгляд неразумный и чистый Вновь летит вслед за кистью Ты заплетаешься в мыслях Яркими красками Прочь от любви и тревоги Здесь для тебя нет дороги Здесь только свет на пороге Твоей души и сердца Твоей души и сердца Спасибо Как я и обещала, прошу оператора крупным планом взять диск Диск называется «Отражение» Собственно, на этом диске есть все песни, которые сегодня звучат А вот и нет Не все, каких-то нету Мы специально подготовили программу, которая состояла бы из песен, которые есть на диске и уже новых А, то есть мы еще и новые сегодня имеем возможность услышать Великолепно А когда вот ваш следующий альбом выйдет, на котором будут вот эти новые песни? Стратегический секрет Мы пока, ну мы планируем уже начинать запись для следующего альбома Когда он выйдет, я думаю, что через год Это знаете как, мы недавно наткнулись на то, что на китайском сайте на одном выложен наш диск И, собственно, народ обсуждает там На китайском, четыре страницы обсуждения Я просто, я пришла в ужас, я думаю, как? И было предположение, что это китайцы обсуждают, как сделать подделку нашего диска, чтобы продавать А кто из вас владеет китайским? Не владеет Мы переводите в игру А, то есть читаете иероглифы Так, у наших зрителей есть вопросы? Да, иду У меня вопросов целых два Давай поучу Значит, во-первых, у каждого интересно узнать Вы, те, кто играет такую музыку Вы такую же музыку и слушаете по жизни? Или у каждого свои музыкальные пристрастия? Вот, чтобы каждый рассказал, что он слушает по жизни А второй вопрос у меня Есть ли такая песня, которая написана не вами? И вот вы ее слушаете и думаете, почему ее не я написал? В общем, какую песню вы хотели бы, чтобы на самом деле была вами написана? Из тех, что уже существует, но она не ваша Хорошие вопросы, спасибо Ну, кто начнет? Все так загадочно улыбаются, но давайте, как всегда, с меня Мы слушаем очень разную музыку Ну, вот про себя могу сказать, что Вот тот диапазон всяких музыкальных стилей, которые я слушаю Причем как с познавательной целью узнать, что вообще другие играют И как они это делают Так и просто для души Ну, вот из последних таких самых сильных впечатлений Мне попал в руки видеоконцерт группы Pink Floyd В Альберт Холле в Англии И вот это для меня сейчас самое-самое То есть, ну, Pink Floyd Соответственно, песня, которую мне очень хотелось бы, чтобы он написал Я это эхо их, Pink Floyd А так, на самом деле, русская музыка и нерусская музыка Очень много иностранной Разных совершенно направлений Фолковых, роковых, металлика Причислять нет смысла Следующий Ну, у меня, видимо, такой же достаточно широкий диапазон Слушанной музыки Но я предпочитаю рок Тяжелый рок Джаз Очень тяжелый джаз Ну, соответственно, и бард-музыка Это тоже достаточно важная часть музыкальных пристрастий моих А что бы ты хотел, чтобы ты написал? Я бы хотел написать песню «Лето» А-а-а Кто следующий? Таймин, пожалуйста Могу Слушаю многое Мне кажется, нет стиля, который бы не нравился Есть музыка, которая нравится Вот, и поэтому слушается очень много разной В любое время суток И играется разная Особенно люблю в последнее время бразильскую музыку Вот Большие специалисты нас приучают тоже Да, приучают Принесешь что-нибудь? Вот, ну Вообще до сих пор понять не могу Я лет, наверное, с 13 слушаю, ну, очень тяжелую музыку Вот как я умудрился попасть в такую группу Я тут компонять не могу Спасибо, тебе нравится Дема, бес попутал Вот, в принципе, вот этот ответ до сих пор Хотя меня ребята активно очень приучают к какому-то фолковой музыке Вообще, вот что-то смежное, такие стили музыки И ему нравится? Ну, некоторые нравятся, да Но это больше для, скажем так Развития, что ли Для самопонимания, что я играю вообще По поводу того, что я хотел бы написать Вот, вы знаете, такой песни у меня, наверное, нету Потому что я всегда уважаю чужие песни Мне очень многие вещи нравятся Но я всегда, вот каждый раз придумываю какое-нибудь соло Вернее, как, оно придумывается само собой А потом в конце сижу и анализирую Вот кто-нибудь до меня это не придумал? На всякий случай, не люблю очень придумывать то, что уже придумано Поэтому вот никогда не хотел написать ни одну из песен, которые Даже, которые очень нравятся Вот, наверное, вот так Ну, история схожая с Тёмой Я вообще слушаю так альтернативу Ну, тоже тяжёлую музыку Не знаю, что это Наверное, в силу музыкального образования Ещё иногда бывает, слушаю классик Там, не знаю, баха, органную музыку Или классическую Вот, что-нибудь в этом роде Иногда обидно, на самом деле, что не то, что Не сочинил какую-нибудь песню, а не сочинил там какой-нибудь концерт баха Вот Это серьёзная заявка на победу Ну да, не стал классиком Не умер в 1700 в каком-нибудь году Вот А из песен, ну, не знаю, может быть Дождь Шевчука Очень жалко Вот Как и другие члены нашей группы Я весьма неразборчива в пристрастиях Музыку люблю разную Главное, чтобы она была живая и настоящая Чтобы она Вот отсюда откуда-то исходила Что мне жалко, что я не написала Рискую быть неоригинальной Мне очень жаль, что я не написала к Элизе К Элизе Таким образом, у меня возникает вопрос Все мальчики любят металл Почему же вы не играете именно такую музыку? Нет ли вообще у вас стремления второй альбом записать уже с электрогитарами, например? Сейчас открою страшный секрет Дело в том, что в нашей группе появится скоро новый инструмент Это бас Но не вокально, а бас-гитара Бас-гитара, да Не оперный бас, да Именно бас-гитара Это святое предстоит в руки взять именно мне И я обычно придерживаюсь имиджа Таких там, девушка в платьях Вот сегодня я в юбке уже Это такая вот уже Да, рекорд Потому что на самом деле обычно У меня платье такое вот больше фолковое А тут бас-гитарой С этого момента я что-то не осторожно Лиза, кожаные штаны, косуха Нет? А я боюсь, что дальше она пойдет и поедет Поэтому пока В наших планах не стоит тяжелый металл На следующий альбом Но я думаю, что изменение в стиле Да, какие-то обязательно Просто главный концепт группы Изначально это был чисто акустический проект То есть сейчас мы уже чувствуем Что не хватает каких-то Частей аранжировки, грубо говоря Для того, чтобы музыка звучала более гармонично И поэтому мы в данный момент Привлекаем какие-то дополнительные инструменты У нас еще вопросы есть в зале? Нет, пойти, пойти Мы вас утомили Ну хорошо, давайте попоем Да, давайте попоем Да, споем мы того, чего нету на альбоме Это новая композиция Фактически она исполнится Ну не впервые, но во второй раз Называется Вербольф Как зайдет луна по краю небес По широкой тропе ледяных облаков Так убедит солнце Крошенный взгляд Мы осторожен Мы на скользку По степям это хорошее Субтитры создавал DimaTorzok Что ты ищешь вверх Петер не прячется Ветер не прячется Ветер не прячется Как позыний топок исчез с копы, Растворяясь безумной твоей ночи. А сегодня ночь вспоминает вкус, Крови алой, мельной, позабыл рак. Но ушли враги, предначили день, А наш песню свою не цели, как рак. Болью рост и ножами падаешь, Прошлое лечишься, Звери породные дорожки. Жизнь вся не прожит, а путь не прожит, Сердце стучит, постепенно да пороще. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. У меня просьба к зрителям, активнее, вопросы, вопросы. Мы не кусаемся, честно-честно. Да, руки поднимайте. Судя по всему, у матросов нет вопросов. Что, рук в зале нету, да? Хорошо. Я знаю, что одна из ваших песен победила на конкурсе «Турнир на песнях». Да, было такое. А какая это была песня? Эту песню мы исполнили в самом конце традиции. Называется она «Было или не было». Получилось это совершенно случайно, как и практически все в нашей жизни. Это был шок, в общем-то, да. Совершенно случайно мы приехали на Зеланд. Да, и также совершенно случайно победили. И самая интересная история вот с финалом турнира получилась, потому что у нас поезд уходил в половину девятого, а все это действие начиналось в районе девяти. Соответственно, нам пришлось поменяться билетами с ребятами, там, паспортами, еще чем-то, чтобы остаться на финал. Ну, похоже. То есть, ну, в итоге все получилось отлично, и, конечно, когда мы выиграли гран-при, мы были просто в восторгах. Ну, такая ситуация, да. Даже не в восторгах, а экстаз. Вы представляете себе, да, снег идет, холодно ужасно, я в этом концертном платье с совершенно растерянными, вот такими большими глазами. В одной руке лютня, которую нам вручили, в другой руке стойка для гитары, которую нам тоже вручили. И вот, значит, тоже несет гитару, и мы два таких совершенно обалдевших человека выходим. А до поезда сорок минут. Да, это было ужасно. Мы ехали обратно на океа, успели. Да, причем в пятером. Давайте мы не растеряем нашу сказочную атмосферу и послушаем следующую песню, а потом будет много-много вопросов. Договорились. Только следующая будет не песня, это инструментальная композиция, автор ее наш Артем Алексеевич, называется «Двое». Василий Васильевич, простите, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр! Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ты был фавном? Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Скоро мы опять играем в Харькове. Точно. Приходите на наш концерт. Если есть кто с Харькова, приходите. У меня вопрос такой. Были ли у вас какие-то казусы на концерт? О, много. Самое замечательное было, когда Томила легким движением руки посередине песни вронила микрофон. Снимаете микрофон? Вот, прямо посередине. Здесь и сейчас было дело, когда он очень легко снимался, и вот я его легким движением руки. Это был казус. Но нам его простили. Нам его простили, да. Вот на том же концерте я, снимая микрофон, отсоединила его от шнура, что тоже привело в восторг и публику, а самое главное, ужас в глазах звукорежиссера напротив, он вот обычно на мне отстает. Я вижу вот большие глаза, потому что мне петь через секунду, а у меня микрофон отсоединен. Такой, самый, наверное, большой. Какой концерт без казусов? Так, наверное... Трак не было. Мы еще траву курили. Но это условно, конечно, в кавычках беру, в кавычках беру, но все-таки у нас прямое вещание. Просто смеялись на сцене очень много. Я рассказывала просто всякие разные истории. Концерт был на Ивана Купала. Да, я рассказывала, что девушки в древности, на Руси собирали траву. После этого зал уже больше не слушал ничего. Вот, поэтому вот такие... Надо просто в следующий раз говорить цветы. Не траву они собирали, а цветы. Косили. Трава, трава. По-русски это трава, да. Наверное, тест на внимательность сегодня прошла только я. Что в вашей группе значит оранжевый цвет? Я смотрю, у вас у каждого в одежде есть какой-то оранжевый элемент. Мы старались. Это значит хорошее настроение. Цвет солнца. Оранжевое солнце, оранжевая мама. Да, 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 вот с той степени. Вот. Ну, мне тут уже машет, что у нас, к сожалению, наш час подходит к концу. Наш прямой эфир заканчивается. Сейчас прозвучит последняя песня. Я хочу попрощаться. С вами была программа «Живьем на живом ТВ». Мы вели прямую трансляцию из московского ресторан-клуба «Трамплин». Я благодарю «Трамплин» за его гостеприимство. Я благодарю зрителей, которые пришли сегодня сюда. И зрителей, которые смотрели нас в прямом эфире. Оставайтесь с нами. И 3-го числа в 9 вечера прямая трансляция вечера памяти Ильи Кормильцева. Всем пока. Спасибо. Ну что же, по традиции, та самая песня, которую выиграла на Зиланте, было ли не было? Было ли не было? Было ли не было? В диком краю на крайне света. Было ли не было? Было ли не было? В море спросил у неба совета. Было ли не было? Было ли не было? Я стрелку взлетел перевертой руной. Было ли не было? Было ли не было? Я улетала на крыльях лета. И только солнце, забыв, по времени взошло. И только небо кричало, ты меня нашло. И только ветер разбился утром на плечах. Жаль. Жаль. Было ли не было? Было ли не было? Рыцарь в доспех обретет сквозь чащу. Было ли не было? Было ли не было? Мама ругается разбитую чашку. Было ли не было? Было ли не было? Синей небы и детский мячик. Было ли не было? Было ли не было? Крыли расправив взлетает ящер. И только воздух сжимает пламенную грусть И только вера умрет, оставив света суть И только время уходит, не сказав прощай Жаль, жаль С чистой страницы начать свою песню Было ли не было, кролик с часами и лисы вместе Было ли не было, пела ли мне партий, забыть это вернее Было ли не было, зонами смерть строгали верность И только время уходит, не сказав прощай 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 А теперь тяжелую музыку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!